Тропу здоровья проложили любители финской ходьбы по обновленной Белгородской набережной. Сегодня на маршрут с приверженцами здорового образа жизни вышла наша съемочная группа. Алла Голдинова с подробностями. Шаг начинается с пяточки, плечевой сустав работает, кисть в конце раскрывается. Тут много премудростей, которые и так большинство знают. Правильная техника – залог успешной тренировки и, как правило, лучшего самочувствия у начинающего спортсмена. Финская ходьба пользуется большой популярностью у старшего поколения. Как и объясняют сами любители, этот вид физической активности не только укрепляет организм, но и помогает найти единомышленников. Здесь действительно хорошие люди, люди, которые занимаются спортом, правильным питанием, с ними интересно общаться. Не то, что разговаривать на лавке, у кого что болит, а здесь куда лучше поехать, что лучше прочитать. Вот сейчас у нас намечаются две поездки в пикник-парк и там много всего интересного. Здесь движняк, креатив и вообще кайф полный. И это действительно распрямляет плечи, расправляет грудь. Нагрузка с плеч, со спины уходит в ноги, то есть балансировано. Поэтому очень физиологическая, очень хорошая и правильная ходьба. Но лучше, конечно, учиться с инструктором, потому что особенности ходьбы есть всегда и везде. Когда я занималась через день, как правильно, то сахар восстановился, ну и ноги, спина, то есть проблем много. И как бы это действительно помогает. Я на себе это все испытала. Тропу здоровья открыли представители объединения любителей финской ходьбы «Шага и к здоровью». Маршрут вдоль набережной разработан специально для любителей этого направления. По уровню подготовки и самочувствию можно выбрать участок на один или два километра. Тем, кто занимается уже давно и чувствует в себе силы, предлагают совместить оба маршрута. Начинать надо постепенно и понемногу. Особенно людям, которые постарше. Тренированным, да, сейчас многие, кто бегает, присоединяются к нам и ходят с палочками. Им, пожалуйста, можно и 3-6 километров пройти. А вот начинающим, и моего возраста старше или около этого, пройти надо, ну не более 15 минут на одно занятие. И так ходить 2-3 недели, пока организм полностью войдет в этот ритм. И спешить в этом не надо. Белгородская региональная общественная организация любителей финской ходьбы «Шага и к здоровью» работает с февраля 2011 года. На первое занятие пришли всего 6 человек. Со временем число почитателей этого направления в областном центре приблизилось к тысяче. Универсальное направление, которое доступно фактически всем. Скандинавская ходьба намного эффективнее, чем обычная ходьба, потому что здесь задействуется еще верхний плечевой пояс. И это очень доступный вид физической активности. Желающих присоединиться к этому виду спорта ждут в понедельник, среду и четверг с 9.30, в воскресенье с 10 утра. Сбор за гипермаркетом «Лента» на улице Победы. Занятия бесплатные. Алла Голдинова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород. Продолжение следует.